медведев по утрам берет финляндию но и мы не лыком шиты мы сегодня с утра взяли крым фотоотчет фото доказательства доброе утречка с милашной квартиры с кучей девайсов муж говорит не говорит такого слова ну как тут бывайся на каждом шагу в общем сняли мы квартиру вчера прямо перед заездом вечером забронировали заехали очень современная квартира современ современным ребенком в общем показываю кухня прекрасная на ней все есть кроме электрочайника ну как бы вроде и не нужен потому что есть кофемашиночка стиральная машинка холодильник диван который раскладывается на котором спал ребенок здесь кондиционер телевизор выход на балкон выход на балкон я вам сейчас покажу еще с другой комнаты лампочки вот такие прекрасные распрекрасные для руши можно я выйду в комнату эта комната никак не используется она просто есть тут можно поутюжить а тут можно выйти на балкончик и показать вам вид из окна сегодня идет дождь поэтому сидеть на балконе никакого кайфа конечно нет кто-то еще говорил что в израиле низкие вот эти как это сказать короче вы поняли для детей страшно вот в израиле как раз безопасно они по высоте хорошие а здесь вообще очень-очень низенький или уж подойди бортиком вот ребенок блин выглядывает и такой вот прекрасный вид из окна прекрасный тут речечка льется и вот так сюда так заходим назад квартиру тут у нас есть душевая бойлер классно мне очень нравится расцветка плитки туалет умывальник зеркало зеркало очень прикольная тык-тык с подсветкой прям мечта для женщины кстати от такого зеркала нигде в съемных квартирах в израиле не видела коридорчик мы с него начали и еще осталось главное розовая спальня так прям у нас сегодня розовый влог так и спальня прям вся в розовых тонах спалось в ней хорошо кондиционер тоже есть холодильник ой господи шкаф тоже есть и прикольные девайсики разноцветные тоже есть вот в розовом стиле красота лопата а надо сказать что эта квартира стоила 275 шекелей то есть не так уж совсем дорого то есть даже дешево но видимо в казанлыке городе котором мы сейчас находимся уровень цен все-таки ниже чем в софии потому что ну такая цена и такое качество еще современная квартира вообще никаких вопросов претензий нет мы приехали в музее роз почему нас интересует этот музей потому что болгария она крупнейший производителя розового масла в мире больше половины производства мирового масла да и тут вот где-то рядом есть долина вы есть розовые долины поэтому идем музей а потом в долины я не думаю что розы там цветут но а вдруг чем черт не шутит как сказал семейный билет стоит 18 шекелей совсем дешево и перед нами первые корзины в которые собирали розы тут такой аромат роз прям вообще а это бутлий тоже для розового масла как ты сказал какая даманская дамаска делают розовое масло именно с такого вида который называется дамасская роза цветет она как мы уже спросили только в мае и июне поэтому понятно что на плантациях сейчас нет этой красоты но конечно увидеть сразу перед собой тысячи кустов это еще то удовольствие подышать вот розовым ароматом в этом музее я думаю это тоже удовольствие какие разные первые баночки с розовым маслом декоративные красивые чтобы добыть один килограмм розового масла надо три тонны минимум розовых цветов да даже три с половиной это дамасской розы а если какая-то роза альба то и 5 тонн офигеть поэтому это масло дорогое мы смотрели в интернете почем в израиле продается розовое масло вот в чистом виде 1 грамм 200 шекелей 1 грамм 200 шекелей ну правильно что же это емкости для масла все емкости до емкости таких емкостях она перевозилась куда-то наверное и обязательно его помещали еще в деревянное чтобы она хорошо хранилась то есть стеклянную эту баклажку в деревянный этот корпус лаборатория масла в интернете можно встретить много дешевого розового масла но все это подделки вот на этом стенде написано что вот эти все подделки очень вредят болгарскому розовому маслу репутации вернее болгарского розового масла потому что продаются на раз на разных русских сайтах куча далеко не розового масла а только где-то там рядом стояла какая это роза там устраивают в этих долинах разные национальные танцы с 1903 года проводятся фестивали роз в эпох в этих долинах идемте дальше дорогие товарищи а и мы вышли к сувенирам сейчас мы конечно посмотрим что тут за розовая красота что-то очень милое симпатичное вау какой тут аромат вот понятно теперь откуда этот аромат он весь отсюда и класс мы нашли классный экспонат этот сосуд который последний раз в нем было масло в сорок седьмом году 1947 году и до сих пор он пахнет маслом розами пахнет пахнет валерий уж то что я то уже спреем напшикалась в магазине сувениров купила пару сувенирчиков розовое масло не покупала хотя она там по 100 шекелей за грамм я просто не на не не знаю применение четкого этому маслу поэтому максимум куплю за 200 шекелей израиля муж просто он он сюда хочет сэкономить а я тут вместо рядом с музеем называется розариум но пока здесь ни одной розы а вот там вот есть немножко розовые кусты но они слишком маленькие даже не видно сам городок казанлык очень даже приятный городок размером в пардесхану население тоже 50 тысяч но такой милашка частный сектор и высокие дома очень много разных магазинчиков кафешек заведений а офисов мы едем по улице где в основном такой жилой фонд вспомнила слов но там где мы жили там очень классная прям местечко жаль что у нас как всегда немного времени но 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 мы едем в крым крым наш искать плантацию роз конечно же она не цветет но мы хотя бы глянем как это выглядит я себе представляю немного но надо же посмотреть и опять тучи блин хотя дождь перестал слава богу крым конечно наш но плантации мы не нашли сейчас мы их найдем уж точно чирик 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 вот так выглядят плантации роз очень низкорослые маленькие кустики которые действительно через месяц-два уже зацветут и будет красиво обычное поле просто вместо картошки растут розы и горы 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 когда это цветет да тут вокруг вокруг этого канал казанлыка вот куча таких плантации и когда это все цветет тут аромат конечно вдоль дороги прям прелестный вот это я понимаю красота цветет проехали тоже какие-то кустики роз а это реально кустики роз сашка только более такие зеленые красивые магистрали шикарные конечно вот дороги городского значения порой есть такие даже с ямками мы вчера делали перегон и у прям такие до дороги местного значения прям с ямочками были а в болгарии оказывается выращивают не только чушки но и пшеницу я вчера кстати ела салат чушками чушки это болгарский перец прикольное название до чушка мы въехали в бургас но мы едем не у бургас мы едем в заповедник искать аистов и пеликанов а бургас это большой город болгари тоже туристический верно он на море или нет варна на море а он он тоже на море а дворники но видно что меня ничего видно а я думаю что прошу я же окно не закрыла видно что город большой тут в начале города больница называется сердце и мозг и мозг как вам название больницы полечат сердце и вынесут мозг да конечно погодка по прогнозу должна была быть уже получше это конечно далеко не амстердам ну какой нибудь такой киевский спальник старенький а это вот водичка 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 это бургас к и бургас к и озеро оно все спряталось за деревьями и дождем муж уж поделаешь а вот оно какое серое большущая самое большое озеро болгарии птичек мы сегодня чувствую увидим только на картинках потому что пошел дождь сейчас пойдем по тропинке этого заповедника один квадратный километр небольшой шикарная фотостудия для птичек будем в бинокль их выглядывать птички не дураки в такую-то погоду показываться нам хотя в позорную трубу конечно мы увидели и пеликанов и аистов и какого-то шипуна кстати этот заповедник он негосударственный и даже не коммерческие просто какая-то организация по защите природы попросила у государства чтобы она выделила в выделила в управлении полетели птички выделила в управле в управлении один километр природы и их главная цель это сохранить место куда птицы могут прилетать когда они делают перелет и чтобы им тут ничего не угрожало они их тут не кормят не лечат только вот делают для них вот такие видите от бездомных собак парапетики чтобы они могли на них сесть и собака их не достал и вот красным написано дура сам сам ты дура забор но может дура в такую погоду пришли в такое место блин на улице плюс 8 добро пожаловать в домик обзор домика шучу room tour ну что много птичек с той стороны летали вернулись мы в бургас бургас это город с населением 200 тысяч человек много вот таких вот домов советского типа новостроя мало но на море город едем в большущий торговый центр самый большой торговый центр бургас а он так и называется бургас до бургас молбургас а эти дома старые не могу оценить сколько им лет но вот проезжаем какую-то арену бургаса дождь не дает нам погулять придется идти вовнутрь пойдем искать детский центр для ребенка выгуляем немножко ребенка а то ей наши соборы и монастыри конечно на одного места этот дом поновее птички да только их было мало мы кстати несколько лебедей нашли но пока я собралась их снимать то они уплыли но тут есть березки а вот тот магазин это точно это целая сеть она везде встречается по болгарии магазин гастроном березка видимо какой-то действительно эмигрант открыл и очень раскрутил но мы там не были а вот торговый центр бургас плаза не сказать что он огромный но уже какой есть обычный торговый центр ничего особенного лера на беговой дорожке здорово да аттракция нашли уже комнату сейчас пойдет ребенок поиграет немножко в игровой есть старбакс есть макдональдс а вот брендовой одежды что-то мало знакомой вижу ну айчендем видела а эти все что-то мне незнакомо таких я в израиле не видела может они есть конечно прикольно украсили зонтиками висящими такие же игровые комнаты как в украине можно оставить ребенка и уйти но мы этого делать не будем конечно взрослым надо ходить в бахилах а детям носка в принципе как и везде так я где-то леру потеряла пойду поищу вроде уже большая но такие места ей еще по-прежнему нравятся пусть играет ребенок ну и конечно можно проводить день рождения здесь в израиле тоже так поиграли пришло время перекусить даже покушать я бы сказал кстати вот такие здесь забегаловки фреш свежая полезная еда супчики заказали сейчас будем тыквенные супчики кушать а еще тут есть прикольные йогурты с семенами чия и патифлора и соки свежие и салатики такие цены дешевые но мы будем сегодня суп и салат все пора с садиться на диету а то я что-то два дня подряд ела свинину и чувствую что уже аж тяжело как-то надо легче полегче еду надо кушать поэтому салат ждем суп надеюсь хватит якобы главный торговый центр города бургаса 6 часов вечера а людей вообще нет очень интересно и странно погода что ли их распугала или тут не так массово ходят в торговые центры как у нас в израиле у нас в израиле в вечернее время блин в любом маленьком торговом центре будет дофигища людей мы уже дома хотела сказать я на самом деле мы на квартире очередной квартире которую сняли на сайте r&b и вот в таком она интересном каком-то восточном стиле завтра сделаю обзор и сегодня конечно погода попортила нам прогулку но что нам снег что нам зной что нам дождик проливной когда моя мишпаха со мной так что мы сейчас в городе сэбр будем завтра гулять поэтому городу а сейчас будем отдыхать от отдыха потому что 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 а нам не хватает сна поэтому заканчиваю это видео всем спокойной ночи и пока пока встретимся в следующем дне пока